всем привет вы на канале валерия золушка приглашаю вас в новое видео сегодня покажу вам покупки домашней одежды для всей семьи очень много покупок будет с новогодней тематикой и что я думаю логично после покупок покажу вам расхламление и уборку в нашей гардеробной комнате очень давно хотел это сделать я думаю что перед новым годом это особенно актуально так что всем желаю приятного просмотра в начале видео хочу показать вам какие вещи для всей нашей семьи я заказала в интернет-магазине оптовых цен хайпи в в магазине продаются товары по оптовым ценам и эти цены практически в два раза ниже чем на marketplace у меня здесь много вещей с новогодней тематика я думаю что устроим такую семейную фотосессию возле елочки пофотографируемся все вместе и хочу вам немного поподробнее рассказать про магазин хайпи в оптовые цены в магазине доступны абсолютно всем магазин продает товары поштучно а чтобы получить самую выгодную цену нужно оформить заказ на сумму от 5000 рублей если сейчас вам не нужно много вещей то заказ можно оформить совместно с друзьями или близкими здесь каждый точно найдет что-то полезное для себя вообще в хэпи в просто огромный выбор товаров здесь и одежда для детей и взрослых нижнее белье домашний текстиль также косметические и уходовые средства у магазина есть собственное производство одежды и текстиля под брендом хэпи фокс я как раз от хэпи фокс заказала две футболки для мужа и для старшего сына магазин дает на хэпи фокс лучшие цены в интернете но и сейчас давайте покажу вам поближе что я выбрала и также кое-что примерю для себя я выбрала вот такое нижнее белье базовые трусики слипы это фирма indefini с этой фирмы я давно знакома у меня есть несколько пижам этой фирмы они мне безумно нравятся и вообще я и для мужа нижнее белье беру этой фирмы единственно я думала что у них задняя часть не настолько закрыта но ничего я думаю что для базовых моделей отличный вариант такие в гардеробе тоже должны быть для мужа я выбрала вот такие трое боксеров этой же фирмы indefini это чистый хлопок с цветом мы решили одни серые они такой морской волны и одни ближе к синему нам нравится с мужем именно именно такая модель не очень любим семейные трусы мне кажется что стильно смотрятся на мужчинах и кстати ребят мне кажется это отличный вариант для новогоднего подарка если вы например собираете подарочный бокс для мужа для папы то можно положить также туда боксеры как дополнение роме нашему малышу я выбрала вот такие колготки с новогодней тематикой они так мило смотрятся на детских ножках как раз будем фотографироваться я думаю что будет очень симпатично смотреться эта фирма конты я очень давно с этой фирмы знакома всем детям брала колготки этой фирмы начиная со старшего сына и качество мне очень нравится и вторые колготочки тоже я заказала раме потому что сейчас зима как раз колготки очень актуальны выбрали вот такой серой расцветки здесь еще на попе енот очень классно очень мне понравились отличное качество угадали с размером это фирма марк формель тоже есть не знаком по моему белорусский этот рикотаж отличное качество неоднократно уже и радион убрала и роману ребят ссылки на все вещи которые я заказала я тоже пропишу под видео может быть кому-то что-то понравится и тоже вы закажете себе заказала вот такой пижаму здесь топик на бретельках и короткие шорты я очень люблю маечки именно на бретельках когда плечи открыты в таком костюме можно и спать я думаю дома ходить если дома жарко тоже отличный вариант очень мне понравилась расцветка я вообще люблю оттенки красного здесь маечка оформлена сверху кружевом очень аккуратно и симпатично смотрится и еще очень понравилось что здесь есть регуляторы бретели потому что у меня невысокий рост бретели очень часто мне длинные и как раз можно здесь все отрегулировать под свой рост и еще выбрала вот такой домашний костюм в голубой расцветке с розовыми фламинго кто давно смотрит мои видео знает что у меня уже один костюм такой есть только в розовой расцветке очень нравятся эти костюмы они очень приятные к телу в них очень удобно ходить дома заниматься домашними делами и кроме того мне кажется что смотрятся они очень достойно в общем я в восторге кстати у меня как раз к этому костюму есть тапочки новые я их заказала не в этом магазине но я думаю что здесь тоже можно что-то подобрать но мне просто нравится что получился такой комплект в одной цветовой гамме себе заказала такие же носочки как у рома колготки это тоже фирма конте только конте элегант очень классно смотрится на ножки я просто балдею они такие мягкие теплые очень приятные и еще для своих мужчин выбрала вот такие носки с новогодней тематикой так что мы теперь полностью укомплектованы поделюсь с вами в телеграм фотографиями с нашей новогодней домашней фотосессии и вот здесь вот примерил пижаму родион кстати это пижама с начесом она такая тепленькая так что идеально подойдет спать ночью если в квартире прохладно и для всех моих зрителей хэппи в дарит специальный промокод на скидку 300 рублей на один заказ ссылку на магазин хэппи в а также промокод я оставлю внизу в описании под видео так что если вы хотите порадовать себя или близких прекрасными подарками по бюджетным ценам то переходите по ссылочке но и сейчас перемещаемся в нашу гардеробную комнату я здесь вам показываю свою сторону по левую стену здесь у меня находится штанга на которой висят вещи на плечиках и также у нас в гардеробной много полок на полку которая находится под штангой я положила органайзер в нем сейчас хранятся свитера теплые платья какие-то зимние кофты потому что сейчас зима и я тут уже начала такое небольшое расслабление постепенно собирала вещи которые я уже больше не ношу которые я буду куда-то пристраивать но то что я вам показала здесь гардеробная это далеко не все мои вещи я еще принесла вот такие два больших органайзера с несезонной летней одежды они вообще мне лежали под диваном и кроме того мои вещи хранятся еще в нашем комоде они занимают здесь целых полтора ящика так что да вот такой масштаб катастрофы кто давно смотрит мои видео знает что у меня был период в жизни когда я была жутким шопоголиком длился этот период восемь лет слава богу что этот период в прошлом и теперь я подхожу к покупкам одежды очень осознанно и очень обдуманно на валбрис я заказала вот такие две новые текстильные вешалки у меня вообще в гардеробной часть вешалок именно таких текстильных и часть вешалок тонких из фикс прайс такого серого цвета мне нравится что текстильные вешалки они такие очень обтекаемые они очень красиво и эстетично смотрятся на них классно повесить какую-то одну вещь а вот вешалки из фикс прайса они удобны тем что тонкие не занимает много места кроме того есть там перемычка и к примеру какую-то пижамку удобно повесить именно на такую вешалку потому что шортики ты вешаешь на перемычку а верхнюю часть уже на сами плечики конечно идеально когда на одних плечиках висит одна вещь я именно к этому сейчас и стремлюсь и здесь кое-что перевесила и как раз еще раз просмотрела от чего я буду избавляться буду отдавать переработку вот такую футболку у нее уже истончилась ткань я ее очень хорошо поносила активно занималась в ней спортом она вообще в моем гардеробе четыре с половиной года кроме того у меня есть футболка аналогичная этого же бренда только с красной звездой еще ребят я думаю что мне стоит кому-то отдать вот такое платье вы неоднократно его видели в моих видео я какие-то домашние мотивашки снимала в этом платье оно такое очень симпатичное игривое мне папа говорит что я ему в этом платье напоминаю пчелку майя но не знаю мне кажется что тоже как-то уже душа у меня к нему не лежит и еще я избавляюсь вот такой пижамки это пижамка кстати от эндефини я ее заказывала на бал на вал борис она не бюджетно стоила за полторы тысячи я ее покупала но я эту пижамку очень хорошо поносила года три наверное показывала вам ее когда покупала и она так прилично произносилась так что думаю что она отправится в переработку еще и мне есть вот такое шикарное пальто красного цвета у него знаете материал такой под искусственную замшу я это пальто надевала буквально два раза это кстати бренд от же покупала я его за две с половиной тысячи но знаете как то что-то у меня не пошло вот здесь я его примеряю я выносила с белым платьем миди в обтяжку можно носить с кедами дополнить образ можно с туфлями в общем вариаций может быть много в общем насчет этого пальто я в раздумьях либо стоит дать ему второй шанс либо тоже с ним расстаться не знаю напишите свое мнение в комментариях продолжаю перебирать органайзер смотреть вещи у меня очень много здесь юбок разной длины и мини и миди единственно длинных юбок нет потому что я их не ношу и очень не нравится моему мужу длинные юбки на мне но это я так к слову и вы знаете вот если ребята мне скажут так ты на следующий день выходишь на работу мне кажется что мне не нужно идти в магазин подбирать какие-то образы на работу вот у меня одежды очень много то есть у меня есть на все случаи жизни очень много жакетов пиджаков платьев офисных юбок очень много вечерних платьев я не знаю наверное штук 25 и несмотря на то что я сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком мне не хочется как-то вот так полностью раздавать свою коллекцию которую я копила годами но все равно рано или поздно наверное дети подрастут и я думаю что эти вещи мне понадобятся самое главное что вроде бы как я не вышла из того размера так что так от всего я избавляться не буду пока и хотела вам еще рассказать по поводу того куда я отношу ненужные вещи раньше чаще всего я выкладывала объявления на авито отдавала вещи бесплатно и очень быстро люди приходили и забирали так что это отличный вариант если не знаете куда вещи лить все-таки на мусорку мне кажется но это такой себе вариант тут кстати я вам показываю нашла вот такой топик без бретели на нем надпись принцесс он со стразами мне кажется что наверное не гоже многодетной матери носить такой топик хотя в принципе он мне нравится не знаю наверное отдам какой-нибудь девочки подростку так вот продолжу про то куда можно еще отнести ненужные вещи последнее время чаще всего я отношу вещи в контейнеры второе дыхание кто не знает о проекте второе дыхание туда можно сдать ненужную одежду обувь аксессуары я обязательно внизу под видео оставлю ссылку на видео ролик где подробно рассказывается про второе дыхание это абсолютно не реклама мне просто очень нравится чем ребята занимаются они не только распределяют вещи по всей стране для нуждающихся людей кроме того они вещи перерабатывают сами они придумывали специальную установку для переработки они часть вещей распределяют на ветошь в автомастерские часть вещей они сами ремонтируют в общем это очень очень интересно я думаю что вы посмотрите если это видео вы выудушевитесь так же как и я у нас контейнер второе дыхание находится в торговом центре на коломенской где мы живем в любое время туда можно прийти положить свои вещи кстати обычно этот контейнер заполнен так до вверх видимо люди активно узнают этом проекте мне в комментариях под видео писали что не у вас не во всех городах такие контейнеры есть список городов где стоят такие контейнеры можно посмотреть на сайте второе дыхание там есть полный перечень так что если вы тоже эту тему мониторите можете зайти на сайт и посмотреть еще ребят пока здесь разбирая свои вещи хотела с вами обсудить такую интересную тему про то в чем ходить дома мне тут недавно прилетел очень необычный комментарии написали почему я все время хожу в трусах отвечая на этот вопрос более подробно я ответила кратко но хочу еще раз подробно проговорить дело в том что во первых у нас в квартире сейчас очень тепло не жарко но все-таки тепло и особенно если ты начинаешь заниматься уборкой то становится вдвойне теплее становится жарко и если бы я ходила в штанах то это было бы совсем не вариант и второй момент я очень люблю находиться дома в шортах мне так комфортно это моя любимая домашняя одежда я не люблю штаны я их надеваю только когда холодно в квартире когда отключает отопление я не считаю что вот эти костюмчики которые я ношу это чисто пижамный вариант мне кажется что все таки это костюмы для дома в них вполне можно ходить по дому тут конечно мнение у всех разные но вот у меня такое видение за разговорами я здесь уже переместилась к нашему комоду и сейчас хочу организовать один ящик который освободился у меня есть вот такие органайзеры scoop я успела их летом в конце лета заказать в икеа когда была распродажа мне эти органайзеры очень нравятся уже в трех ящиках из шести у меня находятся такие органайзеры и вот сейчас как раз я организую четвертый ящик со своими вещами я хочу в эти органайзеры сложить свои какие-то маечки леггинсы то есть какую-то такую домашнюю одежду и также вещи платья юбки которые я редко надеваю эти органайзеры идеально вписываются в этот комод для этих ящиков комод у нас кстати маль называется он тоже из икеа всего этих органайзеров 6 штук они разных размеров но здесь как раз вы видите как все это смотрится в такие органайзеры идеально можно сложить вещи вертикально чтобы все было наглядно видно если нет таких органайзеров то я думаю что многие уже знают можно использовать коробки из-под обуви особенно из-под детской обуви очень удобно что коробочки то им такие аккуратные с невысокими бортиками и вот здесь я вам как раз показываю как все получилось единственная не до конца вам здесь показала организацию потому что у меня там часть нижнего белья каких-то колготок все-таки не для широкой публики поэтому я это сделала за кадром еще пока разбирала вещи нашла две пары очков хочу тоже примерить показать вам первые очки у меня без оправы мне очень нравится такой вариант и вторые очки они такие с оправы под леопарда это для меня чисто вариант отпускной очень красиво смотрится с белым купальником или с какой-то белой пляжной одеждой и здесь хочу показать вам и проговорить что отправиться у меня на расхламление у меня есть вот такой бомбер я его очень хорошо и долго поносила вы знаете даже здесь отлетела одна кнопка и честно говоря этот бомбер как от сердца отрываю он такой классный он такой удобный я и даже в мою третью беременность просто не вылезала из него очень классный но он так изрядно по износился поэтому я думаю что пришла пора с ним расстаться тоже отнесу в контейнер второе дыхание здесь вещи сложила стопочкой которые я вам уже показывала кроме того есть у меня вот такая оранжевая юбка она симпатичная я ее как правило носила летом чаще в отпуске честно говоря я над этой юбкой еще думаю а вот от этой черной юбки точно буду избавляться я ее ну так нормально поносила я ее носила на работу думаю что она уже свое отслужила вот такое у меня есть симпатичное вечернее платье у него очень красивая спинка такой вырез необычный но вы знаете это платье оно под атлас оно такое синтетическое оно не очень приятное к телу оно все время электризуется поэтому думаю что не место ему в моем гардеробе и еще нашла вот такой шарф я его просто уже не ношу вообще ребят после того как я сняла вот эту уборку и расхламление уже поздно вечером когда уложила детей спать я еще раз присмотрела все вещи очень много каких-то новых вещей добавилось на расхламление я в спокойной обстановке обдумывала приносит ли мне вещь действительно радость и вы знаете от многих вещей я с легкостью отказалась я поняла что я уже и хорошо поносила они мне уже не приносят радость я с легкостью могу с ними расстаться поэтому я советую вам проводить расхламление именно в спокойной обстановке не спеша чтобы можно было подумать и проанализировать каждую вещь а здесь я вам показываю что в соседней в детской комнате я нашла еще целый короб со своими вещами но хорошо что здесь лежат не сезонные летние платья так что я думаю что они подождут до следующего лета но здесь я вам показываю результат своего расхламления все вещи висят на своих плечиках везде вроде бы как визуальный порядок вы знаете я очень давно хотела перебрать именно все свои вещи потому что до этого я делала как-то это частями а вот в тот день я именно пересмотрела все свои вещи я надеюсь что мне удалось вас вдохновить замотивировать чтобы также перебрать в гардероб пересмотреть свои вещи если видео вам понравилось поставьте пожалуйста пальчик вверх как обычно встречаемся с вами в комментариях до встречи в новых видео всем пока